Каллиграфический почерк – дело кропотливое, непростое, но овладеть им может каждый. Уверен, знаток в этом деле – Виктор Воронкин. Профессиональный археолог, он не только знает всевозможные виды письменности, но и материалы, которые использовали для этого наши предки. В работу идет перо только маховое, которое находится на кончике крыла, потому что оно имеет определенную твердость, необходимую для того, чтобы им писать. Если мы возьмем перо из другой части, его в принципе можно заточить, но оно будет сгибаться, мяться, разрушаться во время письма. Перо закаливалось и затачивалось. В День славянской письменности в Одинцовском музее Виктор провел с ребятами мастер-класс и научил необычному и забытому мастерству писать гусиным пером. Для современных школьников, привыкших к гаджетам, сенсорным экранам и кнопкам, это настоящая экзотика. Ручка – это просто ручка, а перо – это что-то новое. И можно узнать, как раньше люди писали. С давних времен человек использовал для письма любые подходящие средства. Камень, бересту, восковые таблички, глину, пергамент, папирус. Передавали информацию с помощью знаков, рисунков, иероглифов, рун и букв. Создателями славянской письменности считают Кирилла и Мефодия. Это братья, которые греческого происхождения, которые были в том числе и просветителями, да, и учеными. Ну и, конечно, они были, и сейчас они уже как святые почитаются. В первой кириллице было 46 букв, сегодня в нашем алфавите 33. С помощью пера и чернил вместе с ребятами мы тоже освоили их написание без использования ручки. Мы сегодня попробовали писать пером, и это казалось не так-то просто, потому что нужно постоянно контролировать количество чернил, нажим пера и его наклон. Всем участникам мастер-класса музей подарил ретро-открытки с старинными видами Одинцова, которые каждый сам подписал себе на память гусиным пером. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.